Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать! Скажите, пожалуйста, как связь? Слышно ли меня, видно ли? Отлично. Ну, отлично, спасибо. Смотрю, все пишут, что все хорошо, видно, слышно. Ну, давайте тогда с вами начнем наш ежедневный открытый прямой эфир. 15 минут с ребенком в детском саду и дома. И сегодня мне хотелось бы остановиться с вами на такой очень важной теме, как математическое развитие. Почему? Потому что именно дошкольное детство является важным и благоприятным периодом для развития математических представлений у детей дошкольного возраста. Именно то, что будет заложено в дошкольном возрасте, какие математические представления будут заложены, так и дальнейшее путь развития у дошкольников будет продвигаться. Поэтому, конечно же, следует детей учить считать как можно раньше, потому что это, во-первых, будет способствовать физическому развитию мозга, и, следовательно, это развитие интеллекта. И сегодня я хочу предложить вам очень интересное пособие. Так, секундочку. Ага, вот, спасибо. Очень интересное пособие. Извините, что-то я тут нажала не то. Разноцветный счет. Чем удобно это пособие для работы с детьми? Во-первых, очень яркие иллюстрации, и здесь спрятаны такие секретики, которые дети очень любят раскрывать и узнавать. Посмотрите, цифра 1, и под цифрой 1 спрятано стихотворение, которым можно зачитать ребенку, и также один какой-то предмет нарисован. Итак, каждое окошко открывается. Цифра 2, то две обезьянки, цифра 3, здесь три бабочки. Но помимо того, что мы можем открыть окошко, ой, извините, открыть окошко, зачитать очень интересное стихотворение. Три нарядных огонька, видны их издалека. Крылья желтые сверкают, это бабочки порхают. Мы можем с детьми посчитать под самим окошком данное количество бабочек, сколько их здесь, да, три. А еще мы можем закрыть окошко и попробовать на книжке найти, где спрятались бабочки и сколько этих бабочек, да, и посчитать количество бабочек, уже спрятанных на нашей картинке. Здесь тоже, помимо стихотворений, которые очень интересные, хорошие стихи, которые можно с детьми, кстати, заучивать для развития памяти, здесь еще есть такие маленькие строчки, тоже очень складные. Дальше следует, смотри, озорная цифра 3. И вот про эту цифру 3. На самом деле, помимо того, что мы с помощью этого пособия учим детей, знакомим с цифрами, учим их считать, мы еще и ознакомливаем их с окружающим миром. Значит, что мы можем с данным пособием у детей развивать? Так, простите, у меня тут пишет плохое соединение. Так, у меня... Сейчас меня видно, простите? Да, видно. Спасибо, а то мне тут пишет. Ага. Значит, мы можем с помощью этого пособия развивать счет до 10 в возрастающем и убывающем порядке, потому что мы можем каждую цифру рассмотреть, пальчиком обвести, потому что цифры очень крупные, и детям иногда нужно проводить пальчиком по картинке, чтобы запомнить, как это написать. Потом мы можем в воздухе эти цифры рисовать. Итак, посмотрите, цифра 8. Здесь мы тоже можем... Здесь уже большая вкладка, чтобы детям было видно и удобно посчитать, сколько здесь розовых фламинго и сколько спряталось на картинке тоже розовых фламинго. Значит, мы можем в возрастающем и убывающем порядке можем с детьми поиграть в такую игру, чтобы называть цифры подряд и в разбивку, не только чтобы по порядку, но и это что за цифра, потом открыть дальше, что за цифра, чтобы ребенок узнал дальше, что за цифра, и ребенок тоже должен опять узнать. Также мы можем детей попросить назвать последующие, предыдущие числа в пределах этого десятка, который вот книга у нас предусмотрена. Дети вообще с удовольствием любят в игровой форме угадывать какие-то предыдущие, последующие числа. У них можно, например, спросить, какое число больше пяти. Если ребенок затрудняется ответить, то можно открыть данную книжку, например, на цифре пять, раз мы сказали, да, и сказать, какое число больше пяти. Ребенок может подсмотреть, если ему сложно ответить на данный вопрос, сказать, какое число больше пяти, да, но это же усложнять говорить не просто какое больше пяти, как число больше пяти, но меньше семи, меньше трех, но больше единицы. И когда дети загадываются, также можно, например, загадывать числа и отгадывать задуманное. Не говорить, что больше, что меньше, а просто давай поиграем, какое ты загадал число, и ребенок должен догадаться, а потом поменяться с ним ролями. Загадывает ребенок, а вы отгадываете. Дети очень любят такие интересные игры с математическими пособиями, тем более это очень качественные такие книги, плотные, и они очень долго прослужат. И если даже поставить библиотеку для детей, то для самостоятельного пользования детьми, то эта книга будет служить достаточно долго и качественно. Еще я хотела бы остановиться с вами. Так. Презентация. Сейчас я переключу слайд. Это пособие «Счет в пределах 20». Чем хорошо данное пособие? Потому что в комплект этого пособия входит не только сама такая же качественная книга и с хорошими иллюстрациями, и со счетом в пределах 20, но еще и с плакатом, с наклейками, и с книжкой для задания. То есть можно сначала рассмотреть книгу, потом выполнить задание в тетради для закрепления каких-то навыков и умений у детей. И таким образом деткам будет легче ознакомиться со счетом в пределах 20. Здесь также стихотворение представлено на каждую цифру, на каждую картинку. Например, вот «В край, где морозы, метели и льды, в гости мешотку позвали пингвины, сел самолет косолапый скорей, ждут в Антарктиде 15 друзей». И, конечно же, поученные знания, которые дети освоят, работая с данным пособием, поможет большой плакат. Когда этот плакат повесить на стенку, ребенок будет постоянно глазками опираться, смотреть, вспоминать, и будет только в помощь ему в развитии математических способностей. И, конечно же, хочу вам напомнить, что такие замечательные пособия вы можете еще успеть купить по промокоду в школе семи гномов, по промокоду МПАДА, с 25-процентной скидкой до 30 апреля. Времени осталось до 30 апреля не так много. Надеюсь, снимут карантин 30 апреля, и поэтому мы можем уже спокойно будем ходить в магазины и самостоятельно, трогая, щупая, осматривая пособия, их приобретать. Я не могу вам ответить на вопрос, сколько стоит это пособие. Администратор может вам сейчас ссылочку дать. Наля, да, спасибо. И вы можете по ссылочке пройти и посмотреть. Я в ценных не могу вас сориентировать. Спасибо за внимание. Ждем вас завтра в это же время. До свидания.